Ну что, мои дорогие, снова здравствуйте. С вами доктор Семенов с компанией Natalrus, марка Natinuel. Мы продолжаем разбирать состав, ингредиентный состав, активные компоненты, которые входят в состав нашей любимой, замечательной марки Natinuel. Сегодня мы будем говорить о гидролизаторах бактерий. Бактериальные лизаты, которые сейчас очень часто встречаются в составе косметических средств, не только в марке Natinuel, но и в других марках. Очень такая актуальная, востребованная тема. Что из себя представляют эти лизаты бактерий? Действительно, это, ну, скажем, своего рода такой пептонный бульончик, сваренный из бактерий. В ходе своей жизнедеятельности различные микроорганизмы производят полезные для себя компоненты, различные биологически активные вещества, которые оказались полезными и для нас с вами, для людей. Так вот, в результате технологических процессов, которые называются гидролиз, из бактерий извлекаются эти активные ингредиенты, активные компоненты. Затем их очищают, стабилизируют, концентрируют и используют для уже введения состав готовой косметической продукции. Почему так востребована и актуальна эта тема, эти компоненты, лизаты бактерий? Потому что все эти активные компоненты, производимые бактериями, являются очень-очень полезными для нашей с вами кожи. Это и аминокислоты, это и ферменты различные, и витамины. Помните, что такое витамины по определению? Это активные биологически активные компоненты, без которых наш организм не может нормально функционировать. Но эти вещества, витамины, нашим организмам не производятся, поэтому они должны поступать извне. Так вот, львиную долю этих витаминов, которые нужны человеку для нормальной жизнедеятельности, обеспечивают нас как раз микроорганизмы, которые обитают в кишечнике. Наша кишечная микрофлора, когда она здоровая, она нормальная, обеспечивает нас большинством витаминов. Именно они производят эти активные, незаменимые для человека компоненты. Поэтому очень важно поддерживать нашу микробиоту, кишечную флору в хорошем, активном состоянии. Да, нужно об этом заботиться, периодически подселять по возможности туда полезных для нас микроорганизмов. Для этого существуют специальные БАДы, биологически активные добавки, которые содержат либо сами бактерии в засушенном леофилизированном виде, живые леофилизированные бактерии, либо содержат компоненты пробиотического, эобиотического плана. Это вещества по типу инулина, которые способствуют колонизации, заселению кишечника именно полезной, сапрофитной, комменциальной микрофлоры. Именно эти микроорганизмы и будут обеспечивать наш организм всеми необходимыми компонентами, которые мы называем витамины. Витамин К2, например, витамин В12 производится кишечной микрофлорой в достаточном количестве. Поэтому ученые решили, что давайте мы будем использовать этих микроорганизмов, полезных, которые производят необходимые лечебные компоненты, и применять их, добавлять в состав косметических средств. То есть своего рода такие, знаете, микро-лаборатории, которые производят полезные компоненты. Все, что произведено в природе, вы знаете, все активные вещества, которые получают, экстрагируют из животного сырья или из растительного сырья, все эти компоненты правильные и максимально полезны для нас с вами. Вы уже знаете, что существуют различные варианты одного и того же вещества. Например, витамин С, аскорбиновая кислота существует в двух вариантах. Лево-вращающий изомер, L-изомер и право-вращающий изомер, L-аскорбикоцит и D-аскорбикоцит. Лево-право-вращающие инантиомеры витамина С, аскорбиновой кислоты. Так вот, для нашего организма хирально правильным является лево-вращающий инантиомер, лево-вращающий изомер. Если такой изомер попадает в организм, лево-вращающий аскорбиновой кислоты, он распознается рецепторами, распознается нашими клетками, он усваивается и оказывает все лечебные ожидаемые компоненты. Если в организм попадает неправильная молекула, она не распознается нашим организмом. В лучшем варианте она просто выводится в неизмененном виде. Это будет лучший исход этого события. Но иногда хирально неправильные молекулы могут оказать и такое токсическое раздражающее действие на наш организм. Витамин В5. Почему говорят Д-пантенол? Д-правый, декстер. Право-вращающий изомер является правильным. Если помните, наш организм состоит из лево-вращающих аминокислот, L-глицин, L-лизин, с буковкой L, значит, левый лоитрум, и D-сахаров, право-вращающих сахаров. D-глюкоза, D-ривоза, пентоза, гексоза, они все право-вращающие. И вот если в организм попадает правильная молекула, она усваивается и оказывает все ожидаемые лечебные эффекты. Если попадает неправильная молекула, ну, к сожалению, исход этого события, скажем так, очень даже еще сомнительный. В лучшем случае не будет никакого эффекта, то есть эта молекула неправильная покинет наш организм. В худшем случае может оказать негативное воздействие. Бывает и такое. Если какое-то вещество, допустим, витамин С или витамин В5, произведен в результате химических реакций в лабораториях, на заводах, в результате синтеза, такие вещества представляют из себя рацематы, смеси лево-право-вращающих изомеров, лево-право-вращающих инантиомеров. Такие смеси называются рацематы. Следовательно, то есть они наполовину состоят из лево-вращающих молекул, наполовину – из право-вращающих молекул. И такие вещества, препараты, основанные на химических витаминах, они эффективны ровно наполовину. Допустим, вы принимаете 1000 мг витамина С, а он химический, синтетический, значит он рацемический. Считайте, что вы принимаете только 500 мг. Одна половина молекул, ровно 50%, будут просто неэффективны, они не будут усваиваться нашим организмом. То же самое с пантенолом. Если помните, раньше была такая пенка, спрей пантенол немецкого производства, там было написано L, D пантенол. L, D пантенол, смесь лево-право-вращающих. Правильный инонтиомер у пантенола является D, право-вращающим. Значит, половина лево-вращающих неправильных молекул пантенола не будет распознана клетками нашими, рецепторами, она будет бесполезна. То есть там, допустим, заявлено 5% L, D пантенола, считайте, что эффективными будет только половина, 2,5%. Единственный плюс, единственный, ну как вы понимаете, у всего есть плюсы и минусы. У любой медали есть две стороны. Так вот, положительная сторона у синтетических витаминов, производимых в лабораториях, только один плюс, одна положительная сторона. Это низкая цена, это дешевизна. Дешевизна, как по-русски будет правильно, уже не помню. Если вещество, какой-то субстрат, тот же самый витамин С или тот же самый пантенол, если они произведены живыми организмами, растительными или бактериями, эти все вещества являются автоматически химически правильными. Это самые лучшие производители лекарственных активных компонентов. Это растения и животные, микроорганизмы. Если витамин С получают, например, изоциролы из вишни или из шиповника, то этот витамин С будет полностью левовращающим, то есть он будет эффективен на 100%. Вы понимаете, что это будет недешево. Поэтому, уважаемый, выбор всегда был за вами. Выбирайте, вам подешевле или получше. Иногда у меня пациенты приходят и говорят, «Ой, а у вас есть что-нибудь подешевле?» Ну, извините меня, выбирайте. Либо вам подешевле, либо вам получше. А что значит «получше»? Значит, эффективней и безопасней. Выбирайте. Дешевое хорошим, мои дорогие, не бывает. Вот так и с лизатами бактерий. А с одной стороны, это очень ценные источники биологически активных соединений. Витаминов, ферментов, аминокислот, пептидов, других биологически активных компонентов. С другой стороны, косметика, содержащая лизат и бактерии, не может быть дешевой априори, потому что это достаточно дорогие высокотехнологические процессы, высокотехнологичные процессы. Помните, этих микроорганизмов нужно вырастить на специальной питательной среде, их нужно правильно кормить, чтобы они произвели нужные нам ингредиенты, на специальной подложке, на специальном субстрате выращивать. Потом их нужно сконцентрировать, потом их нужно очистить, их нужно стабилизировать, и тогда это очень многоэтапный, многоцепочный такой процесс. Поэтому это дорогое сырье, и, следовательно, косметика с лизатами бактерий априори по умолчанию, то есть не требующие доказательств, это дорогая косметика. Вот сегодня мы с вами будем разбирать примеры применения лизатов бактерий на примере продукции Нотинуэль. В качестве примеров я буду приводить, и мы скажем, да, действительно, это достаточно, ну, такие недешевые препараты, и это все оправдано, потому что бывает дорогой препарат, изучаешь его состав, и ты, в общем-то, не понимаешь, чем сформирована, за счет чего такая высокая премиальная цена у этого препарата. В составе душистые силикончики, да, очень лакшери, там, отдушечка приятная душистая, чтобы я всегда так пах, такая вот упаковочка, ну, для сенсориков, да, это просто есть люди, которые воспринимают этот мир как раз-таки по внешнему виду, а есть люди, которым, в общем-то, важна суть каких-то объектов, да, суть понимания процессов происходящих. Они смотрят не только на внешнюю оболочку, но и суть какого-то объекта. Вот как раз наша любимая марка Натинуэль для таких специалистов, для таких людей, которые зрят в корень, которым нужна суть происходящего. И, в общем-то, какой пример, давайте, ну, в качестве первого примера, да, у нас несколько таких есть препаратов марки Натинуэль с лизатами бактерий. В качестве примера давайте разберем профессиональный финишный крем, футюр крем, фьючер крем. Помните, мы его буквально недавно, на прошлой неделе разбирали в качестве источника супероксид дисмутазы, супероксид дисмутаза в составе футюр крема. Ну и давайте еще раз прочитаем, что же в составе этого крема. Крем будущего, 200 миллилитров, фьючер крем. Уважаемые, это ваше будущее, это наше с вами прекрасное будущее. Прекрасное это значит какое? Упругое, подтянутое, счастливое и довольное. Вот что нам дает фьючер крем, да, футюр крем, будущее. Итак, что же в составе? Посмотрите, сразу после воды буквально идет термис термифилюс фермент. Термис термифилюс фермент. Вот посмотрите на экране, кто у меня на вебинарной площадке, вы видите компонент, который называется термис термифилюс. Торговое, это номенклатурное название, торговое название венуциан. Этот компонент под торговым названием венуциан на рынке присутствует, он же термис термифилюс. Что же такое термис термифилюс? Это бактерии, это микроорганизмы, которые относятся к категории экстермофилов. Они любят экстремофилы. От слова экстремальный, то есть какие-то крайние условия, и филюс любящие. Это микроорганизмы, которые живут и неплохо себя чувствуют в экстремальных условиях. Вот эта бактерия термифилюс живет в черных курильщиках. На дне океана есть такие образования, которые называют, геологические такие образования, которые называются черные курильщики. Это своего рода подводные вулканы. В районе этих черных курильщиков экстремальные условия. Там очень высокое давление, 5 атмосфер или даже больше. Высокая температура плюс 300 градусов. Просто вода не кипит, потому что большое давление. И в этих условиях, представьте себе, живут микроорганизмы. Поэтому их и называют экстремофилы, любящие экстремальные условия. Называются они термостермифилюс. И когда ученые изучили лизат этих бактерий, оказалось, что очень полезны для кожи эти бактерии. Лизат бактерий. Посмотрите, какие биологические свойства, какими биологическими свойствами обладает и лизат бактерий. Термостермифилюс под торговым названием венуциан. Во-первых, защищает кожу от ультрафиолетовой радиации. Работает каковый фильтр, как фотопротектор. Профилактирует фотостарение. Профилактика фотостарения. Препятствует ТВЭЛ. Препятствует избыточной трансэпидермальной потере воды. То есть сухость кожи увлажняет кожу. За счет уменьшения ТВЭЛ. Контролирует дифференцировку кератиноцитов. Уменьшает сухость и шелушение. Или устраняет сухость и шелушение. Стимулирует производство церамидов. Вы помните, что такое церамиды. Да это особые липиды, которые производятся кератиноцитами. Церамиды это липиды. А слово церебрум. Не очень правильно называть их керамиды. Церамиды, а слово церебрум. То есть мозг. Впервые эти липиды были обнаружены в мозговой ткани. Поэтому их и назвали церамиды. Слово церебрум. Потом эти же липиды были обнаружены в эпидермисе. Да, видите, как много общего у кожи с мозгом оказалось. Общий липид. Помните, да, церебролизин. Есть такой препарат для внутривенного введения. В аптеках фармакологический препарат. Неврологи его очень любят. Так вот, эти церамиды в эпидермисе выполняют барьерную функцию. Помните, основное свойство, основная задача у рогового слоя, у эпидермиса, это создать деконтаминацию, то есть создать изоляцию внутренней среды от внешней, препятствовать трансэпидермальной потере воды и обеспечить эпидермису, роговому слою, такое свойство, как гидрофобность, водоотталкивающие свойства. Помните, что роговой слой, кожа и ее придатки, волосы, ногти не должны смачиваться водой. Помните, для чего это нужно? Наша кожа, ее придатки должны обладать свойством гидрофобности. Они не должны смачиваться, вода должна отскакивать от кожи. Вот как раз именно эти церамиды, их еще называют воскообразными веществами, они по структуре, по свойствам очень похожи на воски. Помните, мы сравнивали с растительными восками, такими, как карнаубский воск, кандилильский воск, животные воски, такие, как воск овечьей шерсти, ланолин. Наша кожа тоже производит такие воскообразные, воскоподобные вещества, которые называются церамиды. Основная функция, основная их задача – обеспечить свойство, эффект гидрофобности, водоотталкивающие свойства, дабы обеспечить деконтаминацию, сохранение, защита гомеостаза, постоянство целостность внутренней среды. И вот этот лизат бактерий, венуциан, стимулирует кератиноциты к производству собственных эндогенных церамидов, что способствует восстановлению барьерных свойств эпидермиса, уменьшение чувствительности кожи, восстановление барьерных свойств, уменьшение сухости, шелушения и нейрогенного воспаления. Вот такой многофункциональный лизат бактерий, венуциан. Да, и посмотрите, вот на картинках есть фотографии, микрофотографии, макрофотографии, которые демонстрируют нам эффективность косметики, содержащие венуциан в решении таких проблем, как морщины сухости. Помните, я им всегда говорил, да? Первые морщины, которые появляются у нас в латеральной части век, это морщины сухости. Они у нас где? В эпидермисе, они не в дерме пока. И вот посмотрите, вот вам пример, очень наглядные фотографии. Морщины сухости, и хоп, после курса применения эти морщины исчезают, исчезают. На микрофотографиях очень хорошо видно микрорельеф рогового слоя эпидермиса. До применения, посмотрите, какой рыхлый роговой слой, то есть открытый для ТВЭЛ, активно испаряется влага, наша кожа сохнет, покрывается морщинами и становится чувствительным. И посмотрите, после курса препарата с венуцианом, какой плотный роговой слой уплотняется, она становится гладким, блестящим, улучшается рефракция, светоотражение. Эпидермис гладкий, блестящий, морщин нет, влага сохранена, закрыта в глубоких слоях кожи. Вот такой вот венуциан. И по секрету, сейчас по секрету вам кое-что скажу. По большому секрету, поскольку у меня сегодня невероятно хорошее настроение, просто чудесное, я вам еще скажу одно свойство венуциана. Какое свойство? Дело в том, что этот лизат бактерий, венуциан, гидролизат термостермифилюс, активирует ряд генов клеточный, клеточную ДНК активируют, именно гены, которые отвечают за самоомоложение, самовосстановление. Есть такие гены, которые называются витогены. Витогены. И вот этот самый лизат бактерий, термостермифилюс, активируют эти витогены и способствуют тому, что активируются эти заложенные генетически в клетках механизмы самоомоложения, самоздоровления. И к чему это в итоге приводит? К улучшению внешнего вида. К тому, что наша кожа становится молодой, сияющей. Клетки сами себя начинают восстанавливать. Эти механизмы есть. То есть один, то есть этот компонент венуциан, он обладает широким спектром биологических эффектов. И один из них является эпигенетический эффект. Активируют гены, ответственные, которые кодируют в своей структуре механизмы самоомоложения, самооздоровления. Очень дорогой компонент. Еще раз вам напоминаю, что этот компонент весьма и весьма дорогой. Я в своей практике видел такую, не буду говорить, как называется, косметическая марка, которая, в общем-то, на порядок дороже на Тинуэль. Причем на порядок, просто ноль приписывайте в конце. Очень дорогая косметика. И, в общем-то, один единственный активный компонент, который входил в состав, такой флагманский компонент в этой марке, в этой косметике, был как раз именно венуциан. Потому что он решает сразу комплекс проблем на разных уровнях. Защищает, активирует гены. И, посмотрите, стимулирует синтез церамидов. То есть он воздействует и на эпидермис, на клетки рогового слоя, на кератиноциты, и на дерму, на фибробласты. Вот, в принципе, да, один компонент может решать целый комплекс проблем в разных клетках, в разных тканях. И поэтому, в принципе, я, как вам сказать, я не сильно удивился, что один единственный монокомпонент в целой серии косметических средств по цене чугунного моста. Ну, с одной стороны, да, это оправдано, это логично. Гораздо печальнее, гораздо печальнее, когда ситуация складывается следующим образом. Высокая цена, лакшери, да, сегмент какой-нибудь, там лухари категория. Читаешь составы и в принципе, в принципе, силиконы, то есть акцент сделан на сенсорику. Красивая упаковка, хорошо пахнет, красиво выглядит, а в состав там, ну, ничего там, там, собственно, и нет. Да, от слова совсем ничего нет. Пустая рецептура. Ну, вот, да, есть такая категория. Вот я считаю, что как раз цена завышена у такой категории. Если вы видите в составе венуциан или термостермифилиус лизат или фермент написанным, не удивляйтесь в высокой цене. Это оправдано. Оно того стоит. Это достойный компонент. И тот факт, что мы этот компонент, термостермифилиус, увидели в начале ингредиентного списка крема, футюркрем, говорит о том, что здесь очень высокая концентрация. Начало ингредиентного списка, который, в общем-то, указан в соответствии с инки, с международной классификацией косметических ингредиентов, где каждый компонент указан по мере его убывания в составе препарата от большего к меньшему. То есть в начале самые широко представленные компоненты в максимальных концентрациях. Чем дальше от начала списка, тем меньше его процент, его массовая доля в этом препарате. Начало списка термостермифилиус лизат. Ну, в общем-то, в совокупности еще с другими компонентами, посмотрите, босфелевая кислота, альфа-липоевая кислота в кристаллических декстринах Шардингера, Олигопептид-20 антикатаболический, витамин Е, бисоболол, полифенолы оливки и супероксид дисмутаза. Ну, в принципе, в принципе, ну, я не знаю, но сколько бы он ни стоил, его нужно использовать. Это бесценный препарат. Бесценный, да, с учетом содержания активных компонентов, с учетом процентного ввода этих активов. Универсальный, уникальный финиш, универсальное завершение всех процедур профессионального ухода на Тинуэль. Домашний уход? Домашний уход, наверное, наверное, нет. Наверное, нет. Потому что, обратили внимание, что здесь в основном компоненты в большей степени такие вот антикатаболические. У нас на повестке дня еще есть препараты с венуцианом, с лизатами бактерий. Мы разберем. Они есть и в препаратах домашнего ухода. Еще один препарат. Итак, футюр-крем термостермифилюс, лизат экстремальных бактерий, любящих экстремальные условия, термостермифилюс, с широким спектром действий. И для эпидермиса, для регенерации эпидермиса, и для дермы. Супер-крем. Вот поэтому называется крем будущего. Коллеги, чем больше узнаешь у активных компонентов, в принципе, чем глубже ты изучаешь ингредиентный состав препаратов марки на тюнель, чем ты больше начинаешь ее любить, понимаете, глубоко чувствовать и понимать эту продукцию. Вот футюр-крем. Как его не любить? Я не знаю. Ну, ладно. Последнее, что я вам скажу про футюр-крем. Я его иногда использую в домашнем уходе лично. Я его использую как крем автосан после инсоляции. Например, принимаешь солнечные ванны, после солнечных ванн споласкиваешь тельце, смываешь препарат, который ты наносил перед загаром, например, хрома плюс. Я его использую. И наносишь на влажную кожу от макушки до пяток в прямом и переносном смысле. Футюр. Крем. На все свое шикарное любимое двухметровое тельце. Просто супер, просто супер. Но я вам ничего не говорил. Я все буду отрицать. Только, только исключительным, исключительным клиентом. Для себя любимых и VIP-клиентом. Да, 200 миллилитров, извините меня. хватит на все шикарное и роскошное тельце. Да. Следующий препарат косметический, тоже из профессионального ухода, который мы разберем, содержащий лизаты бактерий. это топ-гель. Топ-гель. Мы его тоже буквально недавно с вами разбирали. Топ-гель. Очень актуальный для нынешнего климата, для нынешнего сезона препарат. Топ-гель. 200 миллилитров. Это такая гель-маска, несмываемая гель-маска с очень богатым составом. Это просто роскошь. Опять же, может быть, он не столь роскошен по внешнему виду. У него достаточно простая элементарная упаковка, но зрим суть, зрим содержимое этого флакончика топ-гель. Это роскошь. Это настоящая роскошь. Давайте разберем, что же там роскошного. Итак, первое, что мы видим, в составе этого роскошного геля. Боже мой, я уже прям не знаю, на чем остановиться. Первое, что мы видим в составе, это венуциан, термис, термифилиус, фермент, лизат этих бактерий. Топ-гель тоже содержит этот компонент активный, лизат бактерий. Помните, эпидермис восстанавливает, дерму восстанавливает, усиливает фотопротекцию, фотозащиту. Также я вижу в составе свою любимую треголозу. Треголоза, сахар жизни, сахар жизни, который по увлажняющей способности превосходит гиалуроновую кислоту. Сахар жизни, треголомана, мана небесная. Треголоза от слова треголомана, на русский язык манна небесная. Это дисахарид, диглюкоза, связанная особыми альфа-1 гликозидными связями, который удерживает огромное количество молекул воды кожи. Треголоза в составе ацетилтирозин, это аминокислота, который используют кератиноциты, а правильнее сказать меланоциты для производства меланина. То есть этот гель способствует меланогенезу, он потенцирует и пролонгирует эффект загара, для того, чтобы мы получали солнечные ванны, чтобы был бронзинг, хороший загар, чтобы он был равномерный, выраженный и пролонгированный. Способствует меланогенезу. Треголоза увлажнение, глубокое мощное увлажнение. Здесь же мы с вами видим пептид, тимулен, помните, тетропептид 2, тимулен, это пептид, биомиметический пептид, который имитирует эффект ДГА, дегидроэпиандростерона, гормона молодости. Помните, ДГА, дегидроэпиандростерон, гормон молодости. Мы его не можем использовать в составе косметических средств, сам гормон, потому что он стероидной структуры, но мы можем использовать биомиметики, пептид, который его имитирует. Вот, тетропептид 2, торговое название тимулен, это биомиметик дегидроэпиандростерона, гормон молодости, который регулирует местный иммунитет, который стимулирует синтез коллагена. Это все в одном геле. Также экстракт кассии, экстракт кассии, тоже стимулирует меланогимность. Множество экстрактов, аминокислот, это все в этом геле. Гель профессионального применения, написано only professional гель, только для профессионального применения. идеально его использовать в сочетании с миндальными пилингами, с миндальным комплексом, с миндально-фюруловым пилингом, особенно сейчас в весенний, летний, осенний период, для того, чтобы способствовать загару, способствовать меланогенезу и в то же время защищать кожу от негативного воздействия, негативного влияния ультрафиолетом, таких как, таких негативных эффектов, как иммуносупрессия, потому что ультрафиолет угнетает клетки лангерганца иммунокомпетентным, поэтому есть такое явление, которое называется актиническая иммуносупрессия, снижение местного иммунитета под воздействием ультрафиолетовых лучей, и на этом фоне дебютирует, либо дебютирует, либо обостряются многие и такие заболевания, воспалительные, которые зиждется на иммуном ответе, на иммунных проблемах, иммунное воспаление, розоцея и так далее, акне вульгарис, почему обостряется осенью у пациентов, потому что ультрафиолет, с одной стороны, загар маскирует различные дефекты на коже, я очень люблю загорать, с другой стороны, ультрафиолет уменьшает популяцию клеток лангергаз, лангерганца, это такие единственные антигенпрезентующие клетки у нас в эпидермисе, и в дерме тоже одни из немногих представителей РЭС, ретиклоиндуитериальной системы, иммунной системы кожи, и это приводит к обострению различных воспалительных заболеваний. Применение топ-геля в период активного солнца, в профессиональном уходе способствует усилению загара, пролонгации загара, но уменьшению таких негативных явлений после гиперинсоляции, как актиническая иммуносупрессия, а именно тимулен тетропептид-2, он активирует клетки, которые супрессируют ультрафиолет тетилотгерганцем, восстанавливает местный кожный иммунитет, по крайней мере этому способствует, да, шикарный пептид, имитирующий дегальдегидроэпидрестерон с таким иммунокомпетентным, иммуномодулирующим эффектом, с омолаживающим эффектом, лизатбактерий термис термефилюс, шикарная треголоза, экстракты, ну, вот вам пожалуйста, несмываемый гель, согласно протоколу процедур, только для профессионального применения, в принципе, после любого пилинга, после любого ухода мы наносим этот гель, да, он является проводящим для многих физических факторов, его можно озвучивать, ультрафонофорез по этому гелю, пожалуйста, вам LED, RF, лично делаю, радиофреквенцию, мультиполярную, по этому гелю в качестве контактного, потом влажные салфеточки сверху после процедуры 10-15 минут, остатки впитываем, не смываем и завершаем каким кремом? Футюр крем, да, вот они очень-очень содружественные, они очень комплементарны друг к другу, топ гель, не смываемая, гель маска многофункциональная, универсальная и финишный крем, закрывающий футюр крем, ну просто идеальные, друзья, товарищи, просто идеальные, коллеги, настоятельно рекомендую, да, у них общий компонент венуциан, гидролизат бактерий термос, термифилюс с шикарными свойствами, но это у нас были представители профессионального ухода, что же пациенту домашний уход назначить, в каком креме у нас тоже этот лизат бактерий, Алла Александровна, если вы меня сейчас слышите, подскажите, пожалуйста, в составе какого домашнего крема есть гидролизат бактерий термос термифилюс, кто знает кому пятерку и зачет конечно это крем хобби у джин самый продаваемый самый востребованный популярный в домашнем уходе марки натянули крем хобби у джин 50 миллилитров спф медиум это порядка 15 самая шикарная рецептура самый богатый состав посмотрите ингредиентный список занимает всю заднюю поверхность вот какое составище и чего там только нет внутри давайте посмотрим наш старый знакомый венуциан термос термифилюс лизат бактерий который хорош и для эпидермиса и для дермы и для увлажнения для разглаживания морщин для решения проблем сухости и шелушения нейропептид нейропептид кальмасенсин нейропептид дипептид 1 нейропептид кальмасенсин который является агонистом опиоидных рецепторов в эпидермисе помните как я называю крем хомеоджин крем оргазм я конечно шучу но не сильно потому что этот пептид кальмасенсин дипептид 1 является агонистом опиоидных рецепторов эпидермиса это ощущение удовлетворения с собой удовлетворение жизнью в пору хоть в десна втирай но не советую в десна втирайте в морду лица но не в десна и то сильно не втирайте помните что кристаллический декстрин шардингера не любит втирательство посмотрите кальмасенсин нейропептид который возвращает коже ощущение комфорта ощущение удовольствия церамиды те церамиды которые должны производиться нашими кератиноцитами они в структуре они в составе этого крема то есть у этого кремушка еще какая функция заместительная терапия компенсирует дефицит собственных эндогенных церамидах за счет вот аппликации экзогенных фосфолипиды фосфатидилхолин в составе резвератрол мелатонин божечки мои и еще лизат еще одних бактерий посмотрите лизат бактерий лактобацилиус козы лизат бактерий которые называются лактобацилиус козы то есть в составе крема хомеоджен сразу два бактериальных лизата термос термифилюс со свойствами которые мы уже перечисляли и лактобацилиус козы гидролизат таких лактобактерий да посмотрите увеличивают и как поверхностную увлажненность на 33% и глубокую гидротацию на 50% увеличивает и поверхностную гидротацию и внутреннюю глубокую увлажнение в дерме наружную плюс 33% глубокая гидротация плюс 50% от исходного состояния то есть в принципе да я всегда так говорил коллеги не знаете что назначить что посоветовать пациенту или у вас пациент мультиморбидный теряешься на какую проблему назначать препарат и возрастные изменения и воспалительные процессы нейрогенное воспаление и то и пято и десятое это все одновременно и купероз назначьте крем хомеоджин не ошибетесь никогда показан категорически всем легкая текстура SPF медиум на веки можно носить в пределах орбитальной косточки монодоза 2 мл утром и вечером и как дневной крем и как ночной крем можно можно и минимум 2 месяца можно 4 и вот пожалуйста вам красивая здоровая кожа шикарный блестящий эпидермис решает проблемы воспаления раздражения то есть он и геропротективный одновременно геротерапевтический резвератрол да одним словом и резвератрол там же составит ну вот собственно и все что я вам хотел сказать на сегодняшний день крем хомеоджен кому всем от чего категорически от всего 2 лизата бактерий пептиды резвератрол церамиды пользуйтесь на здоровье пожалуйста 4-6 месяцев можно без перерыва совершенно спокойно хомеоджен вот вот такие лизаты бактерии в этих препаратах которые мы сегодня с вами разобрали со всеми вышеперечисленными функциями свойствами какие вопросы по теме у вас возникли коллеги спрашивайте завтра завтра мы с вами встречаемся и продолжаем разбирать активные компоненты в составе продукции марки на тюнель в домашнем уходе в профессиональном уходе да если какие-то вопросы по предыдущим темам то уже не стесняйтесь с удовольствием отвечу на все ваши вопросы а завтра мы будем говорить с вами о функции растительных масел потому что вы знаете что в составе препаратов нутинель очень много растительных масел будем говорить какие масла с какими функциями с какими свойствами в каких препаратах они у нас есть что нам ждать от применения этих средств с учетом растительных масел различных так ну я вижу что вопросиков нет меня это очень радует значит вы все поняли молодцы сегодня всем зачет всем пятерки Алла Александровне особую пятерку особый зачет ну все до завтра всем хорошего настроения чмоки пока пока